Игорь, рассказывайте, в чем ключевая задача сейчас использования порталов для эффективности производителей? Как в мультике, сейчас расскажу. Единственное, что коллеги, у нас само все выступление будет разложено на три блока. Я дам небольшую вводную относительно, что зачем и для кого. А коллеги поделятся уже живым ключевым опытом, кейсом. Потому что часть материала практичного будет затронута уже коллегами. Аналитические порталы. Такое очень большое слово. Это как примерно в медицине доктор. У него куча направлений, куча вариантов, куча возможностей. До меня тоже коллега, по-моему, Евгений рассказывал про аналитические порталы чего-то. В этом разобраться очень сложно. На самом деле, погружаясь глубоко в детали, погружаясь в структуру познания этой аналитики для поставщика, для ритейлера, для маркетингового агентства и так далее, все становится на свои места, потому что у всего есть свой потребитель, у всего есть своя ценность. Я, наверное, буду вот так листать. Да, данные – это живое золото, конкурентное преимущество, все так. Но компании, они организации. Все эти производители, они как люди. У них есть определенная эволюция, изменение, реструктуризация бизнес-процессов. Они стремятся постоянно к росту и к изменению, к улучшению. И вот в зависимости от этапа познания, этапа развития каждой компании, у них порождается потребность изучить своего клиента или своего потенциального клиента. Но если я пеку лепешки и поставляю их в торговую сеть магнитные лаваши по утрам, то знать мне пенетрацию чека по своим товарам, ну зачем? Вот вопрос ценности. Но вот много лет ритейл в России развивается, 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 развивается. И сейчас уровень ценности от данных для производителя, он, наверное, находится на грани пика. Потому что без данных производитель не может ничего. Не оценить план производства будущих товаров, не оценить правильно эффективное промо, какую глубину скидки дать. Не спроектировать поход мерчендайзеров по точкам, чтобы они проверяли там остатки виртуальные и так далее. И в зависимости от потребности рождается источник данных. Вот я немножко про источники поговорю, а потом передам слово кейсам. Источники в России я делю на три части. Да, вот белая, серая и черная сторона. Начну с белой. Это легальная история. Владельцем данных о остатках вашего товара на территории торговой сети является торговая сеть. Правообладатель, там, прав на товар, который у них остается. Все другие источники – это теневая история, я про них коснусь. Поэтому, если вы хотите, чтобы торговая сеть на переговорах объективно оценила причины аутовстока, недоступности, неправильного расположения товара, низкого МПО, по вашему мнению, нужно брать легальные данные торговой сети, оценивать их, делать выводы, приходить на переговоры и в режиме сотрудничества обсуждать, как сделать лучше, как сделать так, чтобы товарооборот повысился и для вас, и для них. Ведь это совместные упущенные потери. Это можно сделать через Excel, можно сделать через аналитические порталы, которые обрабатывают за вас, делают все выводы необходимые. Я вот про это расскажу попозже. Вторая история серенькая. Это те источники, которые имеют данные, и вроде бы как это не прямая их обязанность предоставить производителю или какому-то другому источнику, но они имеют на это право, им никто не запретил. Например, это в ГИС, Федеральная государственная информационная система, МДЛП, ЦРПТ. Всем известный нам честный знак. В прошлом году поручением правительства, забывая опять его фамилию, Минпромтор, кто у нас главный? Мантуров. Мантуров подписал указ всем фармкомпаниям раздавать данные о цепочке товародвижения, регистрируемых в честном знаке, через API, каждый день. Все, ребята получают эти данные интеграционно, обрабатывают, анализируют, смотрят, где у них там фальшивый товар выложен на полке или куда товар выставили не по той цене, потому что фарма очень жестко регулируется в части наценки. Но ОФД, им никто не запрещает анализировать и давать материал агрегированно-укрупненно. До СКЮ торговой точки и в детали в детали им нельзя копошиться. А вот агрегировать до трех точек, предоставить это как небольшой кустик, обезличить, это пожалуйста. Какую-то социальную историю или стратегическую можно из этого получить. Но это не совсем про переговоры с сетью. То есть если у вас коммерческий менеджер с стороны сети попросит развернуться с этими цифрами, это будет объективно, потому что где вы их взяли, непонятно, явно не у него. И третья часть это, ну прям статья. Называется она 185 до 5 лет лишения свободы. И не важно кто это, слил информацию, агрегировал ее у себя или обработал. И даже получатель, который ее использует, это до 5 лет лишения свободы физлицу. Это как раз раскрытие коммерческой тайны. Те самые любимые многие популярные эксели, где можно всю категорию по продажам, по всем посмотреть. Да? Ну производители же сидят. Ну знаем эту историю. Просто никто не задумывается, как при нарушении правил ПДД, что это чем-то грозит. На самом деле с этими цифрами тоже работают. На них пытаются даже некоторые компании строить аналитические какие-то кубы, приходить к ритейлеру. Если ритейлер вас с этими цифрами принял и послушался, ну это его право. Но я такое редко встречаю. Но есть те в ГИС, которые нелегально сливают эти цифры, типа ЕГАИСа. Но об этом никто не говорит, поэтому об этом типа никто не знает. Но для алкогольных компаний это определенная лазейка. Да, это раз в месяц, но можно что-то посмотреть в части товародвижения. Теперь про порталы. Про вот эту часть, которая была в нижнем левом углу, правом. Про аналитические порталы, которые подключаются к ритейлеру официально, тянут оттуда данные. Делают из этого кучу интересных показателей, чтобы вы научились работать с цифрами, выводами и операционно улучшать свои показатели. Вот компания Магнит, Тандер, Магнит, да, дает максимальную детализацию всего, что происходит с вашим товаром внутри торговой сети. Детальней, ну вот я на рынке не только в России не встречал, там Амазон отдыхает, честно, то есть там кусочками дают. Вот, начиная от логистики, когда вы только получаете заказ или какой-нибудь прогнозик и везете товар на РЦ, остатки на РЦ, МПО, все, что связано с движением на точку, в точке, доступность, продажа, сравнение вас с конкурентами. И вплоть до потребителя, где можно посмотреть лояльность к бренду и подобные вещи. Вот такой последовательности и глубины, ну, надо поискать. Да, это вот найдете, я контакты свои в конце оставлю, мне будет любопытно. Я не встречал. Вот. Для чего это делается? Как правильно слово подобрать, мягко очень. Вы, как производители, заинтересованы в своем ассортименте в росте товарооборота внутри категории, максимально сфокусированы по своим товарам. Никто лучше вас не знает, что происходит в соседних точках, никто лучше вас не заинтересован в росте конкретного СКЮ. Ну, потому что, честно признаемся, торговой сети категория в целом важна. Если ваше СКЮ чуть просеяло, а другое выстрелило, отлично, категория там сбалансирована выстрела. Поэтому производитель заинтересован в своих особенностях и в продвижении своего товара, росте ТРТО, точечно. Лучше вас никто по вашим товарам не отработает. Это очевидная истина. Поэтому биться за доступность товара, помогать торговой сети улучшать представленность и доступность вашего товара лучше вас никто не сможет. То есть давно уже, много лет назад размылось то понятие, когда ваш клиент – это сеть. Ну, ничего подобного. Ваш клиент – это вот я на полке магнита. Чтобы я пришел туда и там с красным ценником или с белым увидел ваш товар. Я покупатель. Поэтому вот этот проходящий поток через торговую сеть вам полностью показывает, чтобы вы его откалибровали, узкие места устранили, и ваш товар всегда был на полке. Красноречиво рассказываю, но это правда. Теперь касаемо функционала. Все, что нужно для прогнозирования, все, что нужно для выстраивания цепочки поставок, все, что нужно для контроля мерчендайзинга, магнит предоставляет производителям. Честно, не только магнит, мы работаем не только с этой сетью, но это просто максимальная детализация, максимальная гранулярность и частота данных. Про мерчендайзинг, я думаю, отдельно еще Роберт расскажет. У вас будет как раз это в кейсе. А также для коммерческого отдела и маркетинга даже можно понять покупателя, который склонен к промо, насколько это возрастная категория, елен он к вашему бренду, и что после вашего промо происходит с оттоком других покупателей, других брендов. Даже до этого можно погрузиться, не говоря уже, насколько глубина скидки подействовала на ту или иную региональную историю с торговыми точками. Красивые дэшборды, стараемся. Но все это есть еще и в табличной части, конечно, все любят, как любое внедрение учетной системы, даже 1С заканчивается кнопкой «Выгрузить в Excel». Ну, прописная истина. Но, тем не менее, из этих дэшбордов тоже можно достать много истины. Дальше я передам слово своему коллеге Сергею. Надеюсь, не затянул, и у вас останется много времени. Спасибо.